ребята всем привет сегодня мы находимся в ланчжоу и как прикольно я сегодня надел красную рубашку откуда я не понимаю откуда какая-то травка ты что пошел на кухню снимать что-то подъел там у нас сегодня лапша кроме лапши я еще манты взял а салат мы какой-то брали господи ну вот же салаты салаты это вот битые вот огурцы то что анеля любит очень сильно испаржа то что я люблю манчжоу это не спаржа фуджи это фуджи сам учил вас а сам не знает у них в меню просто написано спаржа короче это яйцо я взяла дополнительно я положу сюда нам нам еще не принесли черное яйцо да нет еще нету моего мяса дополнительно почему-то я не знаю походу официанты волнуются то что мы здесь пришли что-то снимаем рапшичка я взялась и два с половиной руслан берете двоечку . для меня слишком маленькая 2 с половиной идеальная толщина теста я взяла себе полуострое руслан даже у тебя выглядит не так аппетитно как моя полуострое согласен кстати кстати ребята мы пришли в ланчжоу в абсолютно новый ланчжоу который находится на улице менди кулова то есть менди кулова когда она упирается в это хаджимукана по моему называется вот тут выше аль-фа-раби тут новый филиал открылся очень классный тут из детская игровая площадка прям не площадка даже целая детская комната огромная вот поэтому обратите на это внимание я думаю мы сюда нет нет будем с сыном заглядывать детишками потому что там такие лабиринты то есть за эти лабиринты иной раз приходится ну хорошие деньги платить только чтобы ребенок там просто поигрался а тут all-inclusive ешь лапсу лапсу за 690 лапса за 690 и твой ребенок ли и твой ребенок играется в игловой площадке я от запаха китайской еды начал говорить по с китайским акцентом и это часто бывает тогда я в каком-то видео говорю 690 тенге вообще очень много у меня пипец до хрена на самый прикол может кто-то не знает секрет ланджоу если вы съели свою лапшу у вас остался еще бульон вы берете свою тарелку идете на кухню где вот эту лапшу готовят и вам дополнительную порцию еще закидывают просто так ложка на первый раз пришли сюда мне не понравилось первый раз пути не залетела час у нас на прям появляется желание такое блин план жоу на сходить блин бланжоу охота сходить мы идем я кстати взял себе толщину 2 миллиметра а ванель два с половиной он или больше похоже на лагман правильно говорила уже видимо я уже старик суши не остро все равно вкусная да попробую свою а тебе как чисто стандарта по стандарту мы давние маленько не делали полноценный обзор на ланджоу именно что мои мясо и все по моему их заново варит по ходу не ребята простите хотя бы чуть-чуть острое вот это вот лапша ой вот эту подлива красивая она делает свое дело можно идти у тебя мясо или ту же самочку если она дайте да прочего он или тушеная говядина у меня если были вот эти вот слайсы стандартные ну кто знает ланджоу тот знает ланджоу вот а он или были на тушеная говядина хотя вы знаете что ланджоу есть москве не в торговом центре в городе это наши ребята открыли вода тушеная говядина так надо взять так чтобы она не развалилась чертям вот он тушеная говядина не видно да вот она где-то вкуснее но мне иной раз нравится обычно я так сижу не неспроста на самом деле это сижу чтобы она любого лучше слышно а то она иногда париться его так делать ну ты из меня слышно один раз было такое что ты постоянно так постоянно смотри хочешь товара для фото до удивимся давай ну да вот так мы делаем облака 4 манты она горячий родной а мужики манты горячий кипяченые жесть можно еще спаржу спаржу еще худже наверное не знаю что такое худже недавно видел канал одного японца или корейка не знаю как он есть вот так он набивает себе весь рот помните рассказывал блин не могу его найти теперь беда но это было так прикольно почему-то это хочется смотреть я не знаю почему то есть он бросал да спасибо большое могу показать дополнительная порция мяса яйцо давай открывай оно должно быть какое-то цветное да там внутри давай хули угощает черни поесть женские то ручки сладкие кстати в дополнительной порции мяса гораздо больше мяса чем просто идет по стандарту а стоит она сколько 250 тенге по-моему да стоит до порция мяса блин если бы у меня не было мант я пошел еще лапши себе взял я попросил мне добавить острую приправу мне нравится здесь манты с тыквой они вкусные мясо неплохое то есть вот если достать тут прям кусок мясо это не фарш смотри кусок мяса и вот кусок мяса и типа все как надо лишь сметанку подали со сметанкой хорошо дрожжевые манты тоже прикольные хорошее тесто прямо как надо все ребята аналий сегодня будет сама прощаться я буду последнюю мантишку свою есть ну все всем пока ставьте комментарии ставьте ставьте лайки пишите комментарии давайте пока пока ребят